Это кто такой? Это кто такой? Кто такой молодец, дом охраняет? Это я, скажи. Я молодец, охраняю дом. Еще один новоприбывший турист, очевидно. Здравствуйте. А откуда вы приехали, такой хороший? А что тебе вы так кусаться любите, а? Кудя. Ой, как кусаться тебе вы любите. А вы не из России, случайно? Что, зубки чертся, наверное. Не надо кусаться, вот тебя гладить должна рука, понимаешь? Да, что ты кусаешься. Да, маленького привезли, одного скажи. Все, хватит. Ёй-ёй. Ох, как сильно кусается. Вообще, пи***. Вон, смотри. О! Плохая собака, наверное. Наверное, в прошлой жизни я был каким-то очень низковибрационным существом. Не знаю. Тюремщиком каким-нибудь. Вот ты переродился, и ты злой. Че ты такой злой-то? Это неправильно таким быть. Это очень плохо. Видишь, вот есть Шива, Кришна, они же все смотрят, наблюдают, что происходит. Видишь, ты вот возле дороги, понимаешь? Всякое же может быть. А ты еще молодой, ты же ничего этого не знаешь. И большая история жизни, точнее. Мы с моим другом летели на Го и летели через город Мумбаи. Пересадка у нас была там 12 часов. А потом у нас рейс отменили, и оказалась пересадка 13 часов. Это Индия, это надо быть готовым, это все нормально. Держите себя в руках. Ну, где-то часа 2-3 мы пытались покинуть аэропорт, а именно получить свой багаж и найти место, куда его можно сдать, чтобы покинуть аэропорт. Ну, что ж, 12 часов вот там вот сидеть, это просто типец. Хотя бы выйти погулять, пожрать. Ну, что ж, вот я и в Индии, в Мумбаи. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти. В общем, жопа с багажом просто полная. Нехера не понятна. Короче, у нас рейс задержали. Мы хотели купить билеты на рейс пораньше, но у нас не получилось, потому что пока мы выясняли, что да как, рейс просто запланился, и все. Мы встретили двух итальянцев, которые столкнулись с точно такой же проблемой, которые не могли. Сдать свой багаж в камеру хранения, потому что она находилась за территорией аэропорта, в специальном домике камеры хранения. Но, чтобы туда выйти, нужен какой-то там штамп в билете или паспорт, я не знаю. Короче, мы переругались тут со всем аэропортом и сдали все. Ой, пошли, биф, биф. Подожди. Переругались тут со всем аэропортом и в итоге сдали все-таки свой багаж на хранение. И будем ждать своего рейса, который опоздал не по нашей вине. Вот. Пытались заказать такси, короче, а там чуваки говорят то, что, ну, понимаете, мы не едем туда, короче, слишком это самое. В общем, вот теперь мы решили просто забить полт и просто пьем пиво с нашими новыми друзьями. Это мой старый парень Айбур. Привет! Татьяна. Если вы не понимаете, я снимаю для моего видеоблога. Ну, в общем, мы просто задолбали весь аэропорт и все мозги проделали охранникам. В общем, мне кажется, мы им так надоели с этими итальянками, что они просто сказали уже, о, господи, уйдите с глаз моих долой. И, в общем, пропустили нас в город. Вот, едем по Индии, ввода с пляжа пока нет. Это город Мумбаи. 30 миллионов населения здесь. Насколько я читал, вот, рикш, прикинь. Охренеть. Я вот только в кино таки видел. У меня культурный шок сейчас происходит, потому что я все это видел только в кино. А теперь я вижу перед собой пальмы какие-то вообще. Я никогда в жизни не видел пальмы, вот, вживую, прям, чтобы они росли в естественной среде. А тут, пожалуйста. Вот так вот. Вот так вот. Сдали багаж в камеру хранения, потусили с итальянцами, попили певка, поели в индийском Макдональдсе. Вся еда очень острая, особенно Биг Махараджа бургер. Вы прям вспоминать будете на следующее утро этот вкус, я вам гарантирую. Настолько насыщен. Прежде всего, вы будете мечтать, чтобы вас изнасиловал снеговик. Вы, конечно, не благодарите. Кто смотрит этот блог, тот будет готов ко всему. Охренеть. Мы едем на рикше, короче. Какая маленькая. Крошечная, опасная. Там, кстати, наши друганы едут рядом. Нет, не так? А, нет, нет. Впереди, значит, у нас перегонки на двух тук-туках. Ну, я что-то очкую, блин, разгоняться на какую-то штуковину. Что это такое? Ну, я не знаю. Я ухожу по этому городу. Конечно, да, здесь жить, ну, прям выживать трешак, наверное, полный. Но я вот так вот, как турист смотрю, у меня улыба с лица не сползает просто. Я никогда не был вообще нигде. Багаж. Вот это обитель зла вообще. На ваш багаж, мне кажется, здесь всем откровенно, ну, плод как бы. Вот его выкинули, вот он катается. И кто хочет, тот его и заберет. Мне так кажется. Если у вас чемодан очень похож на чей-то, то я бы подумал, брать ли его в Индию. Прям без шуток бы подумал. Не, ну так, вроде, цивилиненько здесь, вот зона вылета. Вот. Ну, нормально. Пережили как-то пересадку в 16 часов. Вот сейчас будем ждать еще посадку. Час. И полетим на Гоа. Потом мы благополучно все-таки сели в самолет. Это вот аура общего пофигизма, такой вот мирной и спокойной жизни, началась уже чувствоваться уже при посадке в самолет, короче. Потому что это Индия. И если что-то здесь немножечко опаздывает, там на часок, на два дня, на три, это нормально. Вот. И поэтому, естественно, наш вылет задержали из Мумбаи до Гоа. Когда мы вылетали из Абу-Даби в Мумбаи, капитан самолета разговаривал по громкой связи вот так. Леди и джентльмены, это ваш капитан. Пожалуйста, пристегните свои ремни. Не творите никакой дикой херни и приятного полета. В общем, прилетели в аэропорт Абу-Даби. Снимать тут нельзя. Только мы сели в самолет из Мумбаи до Гоа, голос пилота был примерно такой. И, в общем, самолет должен был лететь что-то час или полтора, короче. Мы долетели за 50 минут. Потому что, вот я вам клянусь, вот самолет взлетел, он летел вот так вот 25 минут, а потом 25 минут вот так вот, короче, падал. У меня друг в хвосте сидел, он, ну, короче, он боится самолетов, еще он там охренел, в общем, у него там еще рядом с ним девочка там, соседка, по несчастью, так сказать, была, тоже боялась летать, тоже вот так вот прислать всю дорогу. В общем, не бойтесь, все будет нормально. Вот, прилетели мы, в общем, на Гоа, взяли такси от аэропорта. У нас был забукан хостел здесь. Время было уже позднее очень, в общем, темно, ни хрена не видно. Водила сказала, конечно же, он знает, куда ехать. Естественно, оказалось, что ни хрена он не знает. Вот, ну, мы это поняли уже многим позже, когда мы оказались на пляже, часа так в три ночи, с абсолютным непредставлением в душе, где находится наш хостел. Ну, и, короче, мы просто в первый попавшийся зашли, слава, те яйца, нашли там парочку свободных комнат. Вот и видосик с пляжа, наконец-то до него добрались на второй день. Не все еще сделали. Вот там у нас изначально должен быть хостел, он, короче, был. Мы туда не добрались с чемоданами, но вот здесь. Сняли где-то вон там. Тут, короче, гнездятся черепахи морские, и они как бы под защитой. Вот в этом загончике, вон в этих клетчиках, типа как их гнезда должны быть, но я не знаю, есть они там, нету. Закопанные яйца в песочек, чтобы потом черепашки вот так вот бум-бум-бум-бум-бум вот туда бы занырнули, короче. Так, нахожусь в устье реки. Не знаю, правда, какой. Где-то в жопе мира. Непонятно вообще, куда-то заехали. Долго ехали. Приехали хрен знает куда. Вот там вот океан. Вот река впадает в океан здесь. Первый раз в жизни такое вижу. Своими глазами. Что вон, река, 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 и все. Море и океан, и там уже волны океанские. Вот. И ловим на донки. Я никогда не ловил. Игорь мастер, он из бутылок накрутили донки. А тут еще крабики вот такие вот норки копают. Он там сидит, нет? Нет. Они прям с размеров муравьишки вырастают в этой страве. О, пробежал. Здесь большой. Эй, привет. Роу, броу. Съел, но вот этот вот кусочек что-то он не хочет. А тот съел. А, ну вот этот сейчас, походу. Ну, он ему не дает, он рычит на него. Не пускает его в кусочек. Шерсть такая короткая у тебя. Что у тебя такая шерсть короткая? Жарко тебе. Вон, коленки лысые. Ну, что ж ты прям ко мне жопой там? Я от него отхожу, он ко мне. Погладить тебя хочется. Ты что там, лишай иглохи. Стремно. Вода иногда прям вот сюда приходит. Сейчас, вот, волна. Он до тут дошла, тапки у чуваку унесла. Он поймал, он чел. Тапки их. Так, приехал я в церковь, чтобы поставить бабушке свечку. Вот школа и при церкви, так сказать, это школа. Пойдем. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 головой и говорили, что-то вроде нет. Никогда о таком не слышал. Рест-рум. Роум фор рент. Рест-рум это туалет. Идите, тут неотложные дельцы у меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова